Всем салам из теплого, солнечного, весеннего Ташкента. Вот такая прекрасная погода у нас. С погодой все вроде устаканилось. Дождей не предвидится пока, ближайшие пару недель. По локации мы сейчас подъезжаем. Станция Подмосковная, это бывшая султана Сигизбаева, а сейчас это Катахарман-Тепа. В общем, мы поворачиваем сейчас на Подмосковный, на улицу Ширин и едем в сторону 19-го квартала. В общем, мы сейчас поедем в сторону 11-й, 12-й квартал, на Шухрат и заедем в квартал С. И далее мы поедем после квартала С. Поедем на Тарас Шевченко, в центр города. Ну, потом мы поедем уже в сторону Юнусабада. Там живой комплекс новый. Чинобад, по-моему, короче, в ту сторону куда-то мы поедем. В общем, поездка опять будет длинная, наверное. Мы сейчас вот проезжаем перекресток Ширин. Погода прекрасная. Так, это уже рабочий день, вторник. И можете заметить, машин станет больше. Ну, здесь нет, но в центре будет очень... Так, скажем. Машин много. Робки. Потому что уже рабочий день. А также вчерашние инсталляции, которые мы видели, Акасы, это уже прошедший этап. Я думал, там только строят инсталляции, Акасы, это уже вчера убрали. Потому что мы сейчас опять поедем на сквер Амир и Тимура. И этих инсталляций уже нет. Наверное, это было как раз-таки для вот этого Рамадана. Для Рамадана вот это. В общем, это праздник мы проворонили. Ну, я болел, конечно. Ну, мы сейчас вот едем от аллеи здоровья. Одиннадцатый квартал справа, слева двенадцатый квартал. Вот так многолюдно. Также очень много школьников. Еще один месяц. И потом начнутся каникулы. Ну, а мы подъезжаем к фархатской ярмарке. Которая, ну, сильно очень изменилась. В следующем ролике мы проедемся вот по этой улице в сторону фархатского рынка. Ну, а пока мы сейчас вот вышли на фархатскую улицу. Доедем до Шухрата. И на Шухрате мы повернем налево. Где-то напротив школы бокса. Свернем направо. И заедем вглубь квартала С. Вот видите, сколько новых автобусов. Очень много автобусов стало. Также новость сегодняшняя, вот, во вторник открыли. Говорят, это пять станций новые. От Куйлюка до массив-строитель Ханабад. Вот такая вот тоже позитивная нота. Ну, а мы сейчас по улице Катартала. Литература полностью вся изменилась. И вот здесь вот как раз Атлас. Мы заедем вглубь. Ну, здесь, как можете наблюдать, ну, не очень-то уж и облагородим. Ну, я как заметил. В принципе, так неплохо. Честенько. Ну, видать, работа никакие не велись. Даже вот асфальта нету. Хотя вот детские площадки есть. В общем, вот такой вид. Сейчас я чуть-чуть немножко сюда заедем. Можно будет посмотреть. по сравнению с тринадцатым кварталом или с двадцать первым кварталом. Вот здесь вот все запущено. Вот такие вот здесь интересные дома. И почему-то без балкона. Наверное, балконы с другой стороны. Может, семь седьмой серии. Я, честно сказать, не знаю. В общем, вот такие вот виды. Ну, а мы продолжим нашу поездку внутрь квартала С. И вот тут, по-моему, семь седьмой серии дома. Служу очень много магазинов. За забором, наверное, чуть дальше туда, как раз не кручил азар там рынок. Может, прям за этим рынок идет. Ну, а мы сейчас свернем направо. Видите, все поля там одеты. Тепло. Ну, у нас почти лето. Погода очень комфортная. Немножко жарковато, но не критично. Такая комфортная погода. Ну, она еще, наверное, пару недель постоит. Обещает аномальную жару. Вот такие тени от деревьев. Что очень-очень радует. Ну, вот видите, здесь. Ну, а здесь уже чуть более-менее мордюры сделали, скамейки. А не скамейки не видно. Ну, вот эти все, видите, поставили такие замки. Все-все-все поделили. Вот такая вот у нас проблема с парковками. Ну, а мы сейчас повернем направо в сторону катартала. Вот где-то мы сейчас проехали, где-то там школа бокса была. Или здесь была школа бокса. Ну, а дальше там таксопарк был пятый. В общем, все изменилось здесь. Здесь сейчас очень много магазинов вдоль дороги. И за счет этого тоже вот паркуются с двух сторон. и бывает сложно разъехаться. Вот особенно здесь ближе к перекрестку катартала 50. И потом еще направо там тоже все магазины. Здесь вот смотрите все красиво. вот мы уже на бывшей Волгоградской улице. Сейчас эта улица Чапаната называется. справа вот целый ряд магазинов. Слева тоже очень много. Ну, мы подъезжаем к театру Аперетты чуть далее. Вот такие вот электробусов тоже очень много сейчас завезли. Ну, а мы подъезжаем к перекрестку метро Лубека. И здесь мы заедем на проспект Буми Откор. Национальный стадион. Что интересно под мостами все загорожено. Я помню со времен Советского Союза под мостами стоянка вообще запрещены. А вот в Бельгии все это полезные площади или магазины или стоянки они все там наоборот разрешаются. Может и то, что сейсмическая зона. Вот это я помню. А вот здесь как видите вот все задорожено. Вот много вот такие виадукты везде закрыты. Ограждения сделаны. Ну а мы двигаемся в сторону площадь Дружбы Народов. Поедем по проспекту Ислана Карилова. В общем центр мимо Цула и выйдем на Тараша Тараса Шевченко улицу недалеко от школы 110 есть. Как раз там такие пробки благодаря тому что школа. Ну вот такая погода шикарная. Сделать флаги развешены. сегодня безоблачная погода. Такая вот красота друзья. Ну а мы продолжаем нашу поездку. Сейчас на мосту на метро Новоза бывшая Хамза. Тысячи белочей. Еще какие-то магазины были. Уже и забыл все. Поражаюсь памяти дядя Жора все помню. Я вот уже очень-очень много что забыл. Дороги как вы видите нормальные ездить можно. все ямы залатали. Также все разметки как видите уже по всему городу почти везде есть. Вот нам виднеется высотное здание Ташкет Сити Нестуан. Ташкет Крсета Сейчас мы едем по основной улице проспекта Буньоткор. Справа Али Маджерис. И теперь мы съедем вот в простепенную дорогу и подъедем к площади Перекрестка. Вот это здание тоже, видите, уже почти готово. Вот эти три полосы все на правом виде. Здесь вот справа сейчас куча электросамокатов. Все это на прокат, аренда, ну, покататься. Прокат, наверное, не аренда, а прокат. Ну, а мы продолжаем наше движение. Эти здания уже почти готовы. Еще не брали ограждение. А вот место уже убрали. Здесь раньше слева был дом кино. Но все это уже нету. Сейчас дом кино, по-моему, в панорамке, по-моему. Вот он слева Нест Ван. Наверное, скоро будет открытие. Справа хумо-арена, а мы поедем прямо. Ну, здесь все, видите, все чисто. Уже вот поливают дороги. Все цветочки, газоны. Все красиво. Хотя бы дороги. Еще бы асфальт хороший положили бы. Вот что-то потрескало немножко. Ну, здесь более-менее. Ну, а мы подъезжаем к перекраску. Шарафа Рашидова. Справа выставочный зал. Два слева. Сейчас будет. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Конечно, я все выразил. Туда здесь была жизнь. Все норовят проехать на Якуба Ковуса. Оттуда выезжает, туда заезжает. В общем, вот такая вот. Видите, встали все машины, доехать не могут, также вот ждут, забирают школьников. Кстати, сейчас вернусь сюда. Ну, мы сейчас проведем этот перекресток и заедем немножечко направо, здесь вот тоже какие-то здания строят. Ну, мы как раз за ним немножко заедем вправо, там тоже есть дома, оказывается, жилые новостройки. Ну, вот здесь мы развернемся и поедем обратно в сторону 110-й школы. И оттуда мы уже поедем через сквер Революции, сквер Амира Тимура по Амиру Тимуру, по Бушейнглеса. Хосио, Бадамзар, Болгишамон, Новый зоопарк, Дендропарк. Выйдем на Дурмень-Юли, вот эта дорога, которую ведет Юнсабад и Академий городок. И там такой большой комплекс тоже построим и поедем туда. Ну, вот видите, здесь вот такая вот каша. Машины ждут, вот. Прямо посредине стоят все. И теперь мы уже выйдем на Шахрисапс и поедем в сторону сквера Амира Тимура. по улице Амира Тимура. Вот это вот улица Старая Шевченко, следующая Амира Тимура. Здесь вот как раз повернем. И где Музей искусств. Вот слева. А мы за ним. Следующий перекресток налево. А вот здесь где-то был раньше Автодорожный институт. Справа, по-моему, я точно не помню, могу ошибаться. Уже почти 30 лет прошло. Ну, а теперь вот по этому лицу мы выйдем опять. Как в прошлый раз. В прошлый раз видели, вообще машины не было. А сейчас вот все так. Очень много машин. Просто я вырезаю, а так. В вчерашнем ролике быстро-быстро так все проехали. Ну, вот видите, какие пробки. В праздничные дни здесь свобода, подъезды, благодать. Ну, и сейчас как раз выйдем на сквер. Я надеялся, что эти инсталляции увижу в готовности. А они, оказывается, убрали. Они, наверное, эти все инсталляции были для Рамадана. Вот видите. Здесь нет. Здесь тоже собирает уже. Грузит он машины. Инсталляцию убрали. Вот такие вот изменения. Вроде одна и та же улица, а уже виды другие. Ну, а мы сейчас повернем направо и поедем прямо до телеотеатра Казахстана бывшего. И свернем в сторону Новомосковской. Ну, там мы уедем. На Батамзар. Слева одобывшие. Вот здесь вот тоже непонятно. Видите, вот одна полоса была справа автобусная. Ну, а здесь почему-то две полосы. Я сам-то он не понял и оказался автобусной полоса. Как они это сделали, непонятно. Ну, а дальше вот опять. Я в той же полосе остался. Ну, я уже перешел сюда. Вдруг здесь опять будет автобусная полоса. Непонятно, там сделали. Ну, вот мы на Алайском справа. Алайсков же не тот, конечно. В свое время там было очень многолюдно. Базар был хороший. Ну, сейчас, ну, для туристов. Очень дорого там все. И вообще немноголюдно. Не знаю, как они там... Бизнес идет. Когда я на Кашкарке жил, я там не надо проходил. И удивлялся, что вообще нет посетителей. Ну, и так бывает в рабочее время. Эта улица загружена. Ну, по автобусу все равно люди ездят. И потому, что здесь много перекрестков. И кому надо направо. Все равно приходится. Съехать на автобусную линию. Полосу. И нам тоже как раз надо было повернуть направо следующий перекресток. Пришлось ехать на автобусную полосу. И мы повернем направо. Вот, как здесь многолюдно. Все почти по летнему одеты. В общем, лето. Ну, по улице Осью едем. Следующая улица Чингиза и Тматова. Сейчас, по-моему, называется. Ну, там мы свернем налево и поедем в сторону Бадамзара. Ну, а здесь, к удивлению, не очень много машин. Ну, тоже есть. Вот эти панно рекламные уже потихоньку убирают. Сейчас везде вот эти видео поставили. Телевизоры такие большие. Ну, такие вот еще с каруселем, которые там меняются. И такие еще есть. Но потихоньку, по-моему, их убирают. Затратные получается, по-моему. Так что, скажу, определенное время надо рекламу менять. Нежели вот эти вот видео. Тут ничего не надо. Все онлайн-режимы. Вот так вот. Здесь тоже вот справа что-то помпежное строится. Там на Бадамзаре такой дом построили. Прошу обратить внимание, как раз будем поворачивать на Бал-Бишамо. Ну, там вообще в последние этажи там вот такой дворец с таким куполом каким-то. Я был удивлен. Не обратил внимания. Ну, а вот здесь вот, смотрите, тоже, наверное, для свадеб делают. Вот справа, видите, на горизонте. Очень-очень такой помпежный дом. Сколько мы проезжали, она еще строилась. Видать, сейчас уже построили. Ну, ведутся такие косметические работы. И вот, смотрите, с таким куполом. Что там последнее? Там петхаузы, наверное, будут такие. Так вот у нас дома строятся размахом. Ну, а мы едем по улице Бал-Бишамо, в сторону Сан-Пи. Где-то здесь была та же тюрьма, где я не знаю. Я вообще-то троих очень плохо знаю. Я просто недавно пассажир говорил, что мы сейчас будем проезжать. Справа это монетный двор. Чуть далее. Там видно будет. Может, это была тюрьма, может, дальше было. Я, честно сказать, не знаю. Ну, а дальше за мостом, то есть с дорожным мостом, там уже новый зоопарк справа. И чуть далее уже дендропарк. Патанический сад, который раньше был на Черняевске, по-моему. Ну, с той стороны был. За очках Роман был. Тоже помню. Ну, а здесь вот справа зоопарк сейчас. Где-то здесь вот этот вот въезд. Ну, чуть далее. Батанский сад тоже вот. Где-то здесь. Ну, а мы поедем далее до перекрестка, которая Дурменьская дорога, Дурмень-Юли. И там свернем налево. Ну, вот здесь тоже, видите, дороги все аккуратные. С разметками. В общем, чем в прошлый год, очень сильно изменился, да, Ташкент? Ну, очень сильно. И он продолжает меняться. Вот этот вот перекресток. Мы сейчас здесь налево повернем. Здесь и направо. Вспомним Академгородок. Прямо самки. Ну, а нам налево. Тут тоже такое. Эту дорогу тоже помню когда-то. Ездил. Смутно помню эту дорогу. Ну, а сейчас вот такой проспект. Шикарный. Ну, вот здесь вот. Вот справа, видите, вот этот жилой комплекс. Мы сейчас вот в этот жилой комплекс и заедем. Вот как он называется, точно не могу сказать. Вот эта улица Ченнабад называлась. А вот впереди тоже вот что-то строится. Китайцы строят. Что непонятно. Там вообще без окон. Вот такое огромное здание. Попытался почитать, но что-то непонятно. Пишут, что китайская компания это строит. А что именно, непонятно. Вот этот, слева. Ну, вообще без окон. Ну, а мы поедем туда прямо. Эту дорогу тут, по-моему, куда-то в Санпири или куда-то выводят. Как-то я ездил по ним тоже. Ну, а здесь вот как раз справа вот этот вот многоэтажный живой комплекс. Сейчас мы заедем. Он охраняемый тоже. Там шлагбаум есть. Конечно, не порежем. Ну, здесь тоже неплохой такой. Здесь очень много домов. Актепе, как актепе. Вот такой вот. Мы здесь все дороги не сделали. Вот они. Манзара называется, Касса. Жилой комплекс Манзара, что ли, называется. В общем, к Сабаду относится. Ну, вот, смотрите, какой вот. Ну, на этой ноте разрешите завершить нашу сегодняшнюю поездку. Желаю всем удачи, добра, здоровья. Спасибо за просмотры. Пишите ваши отзывы. И до новых встреч, друзья. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин